А сегодня наша задача поговорить о комбинезонах, потому что я обещала вам это корсеты, как они строятся, купальники, детская мужская одежда и вот сам конце комбинезона. Так как, смотрите, тему мы все уже прошли, мы с вами научились строить полочку, строить спинку. Вы видите, что это обыкновенная базовая конструкция, только сделанная детали. Так как мы проходили с вами брючки, мы с вами умеем строить брюки и вы отдельно делаете выкройку брюк. Чтобы длинные рисуночки здесь не оставлять, было вам более понятно, я рассмотрю это на примерах коротеньких брючек, то есть вот такие шортики у нас, например. На самом деле вы дорисовываете, я думаю, что вам это очевидно и понятно. Двигаемся дальше. Итак, у вас есть отдельно на бумаге полочка, у вас есть на бумаге спинка, у вас есть какой-то рукавчик с соответствующими вашими прибавками, вашим мерочкам соответствующей, есть передняя половинка брючек, есть задняя половинка брючек. Что вы делаете дальше? Вы должны соединить полочку с передней половинкой брюк, а спинку должны соединить с задней половинкой брюк. И так как они у нас строились независимо друг от друга, то боковой шов я люблю делать посередине проймы, да, и зависит положение этой проймы, конечно, от мерочки ширина груди вторая, потому что она учитывает нашу грудь. Здесь откладывается ширина груди вторая до проймы, а со стороны спинки откладывается ширина спинки до проймы, да. Но мне ведь никто, а брючки строятся отдельно, и обычно задняя половинка брючек бывает всегда немножко больше за счет ягодичек по ширине, по бедрам, чем передняя половинка брюк. И за счет этого, видите, они у нас не совпадают. Но так ли это страшно? Какая проблема? Да никакой проблемы. Вам остается просто взять и вот, например, вот этот вот боковой шов верхней части, вашей выкройки, да, сдвинуть в сторону полочки. Вот так вот сдвинуть, да. Посмотрите, как я это делаю на следующей страничке. Вот так мы это сделали. То есть мы сдвинули этот боковой шов. Мы как бы вот этот кусочек отрезали от передней половинки, да, и добавили его к задней. И подвинули немножко выточки друг к другу. И вот у нас получилось. Это талиевая выточка для лифа, а это талиевая выточка для брючек, которая у нас была. Ну и здесь мы тоже совместили, подвинули эти талиевые выточки. Вот и все. Трудно ли это сделать? Совсем не трудно. Я думаю, что это вам очевидно, это вам понятно и это элементарно. А давайте теперь пойдем дальше. Вот в таком варианте комбинезончики, да, они будут хороши, если ваша ткань немножко тянется вниз. Потому что помните, брючки мы строили и делали их довольно такими плотненькими в области ягодичек, да, чтобы здесь мешковатости какой-то не было. Вы, может быть, из сухой ткани, из жесткой, из хлопковой, джинсовой какой-то сошьете, вот такую историю, да, попытаетесь сесть вот здесь, а у вас вот эта часть вам не даст это сделать комфортно. И поэтому иногда вот сюда просто углубление выполняется, да. То есть вы как бы снижаете вот эту точку, углубляетесь, или даже еще немножко расширяетесь, добавляя вот такую вот ластовицу, в зависимости от того, что вы хотите получить. Потому что желания разные, ткани разные. Сегодня трикотаж, завтра это хлопок, послезавтра шелк какой-нибудь, может быть, синтетика какая-нибудь, может быть. Но тем не менее, сделав какой-то, допустим, макетик, почувствовав вот это все, вы можете откорректировать вот эту зону, да. Это как один из вариантов. Что как бы гарантированно без проблем получается. Посмотрите, вот на этом, на этом эскизике, да, у меня нарисован напуск над талией. Если вы замечали, что многие комбинезончики шьются как раз вот с таким вот напуском, с какой-то резинкой, с какой-то кулиской по линии талии, да. То есть, как бы спинка, делается и полочка немножко длиннее, чем по соответствии вашим мерочкам. Пожалуйста, вы можете такой прием применить. Посмотрите, отодвиньте полочку наверх, отодвиньте спинку наверх, и вот это расстояние, оно может быть от 1 до 5 сантиметров. И вы оформили, сделали подлиннее ваш комбинезончик, для того, чтобы вам удобно было как раз сидеть, не меняя вот этой вот области, области ягодичек, да, не меняя. Вы сделали это за счет того, что вы раздвинули как бы свою выкройку. Но тут опять свои подводные камни появляются. То есть, иногда нам не хочется, чтобы вот этот напуск был впереди, потому что если впереди вот какой-то напуск, лишняя ткань формируется, даже если вы сюда поставите резиночку, сделаете ремешочек, какой-то поясочек сделаете, все равно визуально ваша талия будет немножко больше. Но нам никогда этого не хочется. Хочется, чтобы в области талии было гладенько. Тогда я еще придумала одну историю. Посмотрите как. А сделайте не параллельно вот эту раздвижку, да, а сделайте вот под таким вот уголочком. Сзади у вас напуск будет побольше, и пусть он там будет. А сбоку еще совсем немного, а впереди его просто не будет, и будет вам удобно. Вот, собственно говоря, и все, что касается корсетиков, если мы говорим только о выкройке. Дальше сюда подключается технология, еще раньше подключается какое-то моделирование. Допустим, вы переводите эту выточку в боковой шов, переводите в какой-то рельеф, который может проходить у вас через всю брюченку, допустим, кокетки какие-то здесь планируете сделать. Ну, любое моделирование. Рукав можете делать какой-то там, без рукава можете делать, делать какую-то там американскую пройму. Мои дорогие, все, что, любой фасон, который вы, какие-то, что вы придумаете, вы все можете вот с этой вот базовой основой выполнить. И, конечно, всегда для комбинезона нужно предусматривать застежку. Конечно, удобнее всего эта застежка вот в этом среднем шве спинки. Сами понимаете, почему. Не надо ее доводить вот до этого места, как я показала. Она заканчивается, как правило, на уровне бедер или немножко ниже. То есть вот сюда попросту вставляется какой-то замочек. Но, опять же, это ваш выбор. Как вы хотите, так и сделаете. Можете сделать застежку здесь впереди. Но в любом случае вам нужна сквозная, большая, глубокая застежка. Я надеюсь, что это тоже для вас факт очевидный. И никакого труда не составит. Вот, собственно, и все, что мне сегодня хотелось бы вам показать, отвечая на вопрос нашей подписчицы, которая просила рассказать про вот эти вот комбинезоны. Итак, повторяю, когда вы осваиваете мой способ кроя, саму технику построения, то вот такие вот многие вещи, они получаются достаточно очевидными, вытекают очень плавно и спокойно из общей системы и очень легко адаптируются под все, под все, что вы хотите. Как, например, вот купальники. Вот здесь вот мы проходили. Но это я вам уже тоже рассказывала, как вы должны построить базовую основу и потом уже сделать вот то, что нам надо. Пожалуйста, мои хорошие, задавайте свои вопросы, пишите пожелания. Теперь до лета, видимо, эти пожелания. Ну, можете писать любые. Я буду собирать копилочку и буду дальше снимать те видео, которые вам интересны, потому что я уже сама не знаю, что придумывать. Мне кажется, я рассказала вам все, что могла. Поэтому пишите, пожалуйста. Я буду знать, что вам важно и что интересно и подстроюсь под ваши желания и буду дальше вам делать. Конечно, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки. Конечно, желаю вам всего хорошего. С любовью к вам всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!